Все, кто собрался на заседание Круглого Стола, имеют прямое отношение к службе в ВДВ. В разное время они служили в спецротах и спецподразделениях, являются участниками боевых действий. И сейчас при современных угрозах десантники продолжают подвиги своих дедов и отцов. Пример поступок офицера сил специальных операций Зарембургской области Александра Прохоренко. Окруженный террористами, Гейлон вызвал огонь на себя, уничтожил террористов, но погиб сам. О таких бесстрашных войнах России говорили участники Круглого Стола. Россия всегда будет помнить о подвиге в Отечественную войну наших воинов-десантников, подвиге 9-й роты в Афганистане, подвиге 6-й роты на Северном Кавказе. Десантники – это те люди, которые выполняют долг там, где прикажет Родина. И благодаря им наша страна всегда будет сильной, независимой. Собравшиеся говорили вообще о значении ВДВ для обороноспособности России, о незабываемом подвиге военных-десантников в Афганистане, о ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, о том, как сегодня бороться с современными вызовами. Но и бесспорно делились молодежью, если так можно сказать, житейской мудростью. Стать настоящими защитниками своего Отечества все они считают им помогать, та закалка, которую получили при службе в десантных войсках. Десантники – это отдельная каста, как говорится, людей, солдатов, которые, как говорится, с неба в бой. То есть и по жизни у нас всегда так получается. То есть мы всегда, как говорится, никто, кроме нас. Это наш лозунг воздушно-десантных войск. Активные участники афганского движения, активный сейчас премьер, действующий музей афганской славы на базе школы номер 6, где организован патриотический клуб. А день рождения ВДВ отмечается еще с 1930 года. В этот день, 2 августа, под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано подразделение. Елена Всецнадь, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.